Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в программе «Хлеб на каждый день». Усаживайтесь поудобнее, и мы с вами вновь погрузимся в исторический процесс, который для современного мира, для нас лично, имеет большое значение. Тогда, когда мы можем рассматривать историю и анализировать то, что происходило раньше, и одевать на себя эти одежды царя Давида, Иоаннафана или Мемфивосфея в данном случае, как бы мы себя ощущали. И если мы сможем вот эту трансформацию сделать внутри себя, как перемещение во времени, то это позволит нам на самом деле себя увидеть несколько более, что называется, откровенно, открыто. И для этого нам необходимо, друзья, сейчас посмотреть на мысли человека, который оказался в трудной ситуации. Я не думаю, что есть хоть один живущий на земле, который бы не проходил трудности. Нет таких людей. Даже если вырастают дети в тепличных условиях, для них трудности потом в жизни становятся более ярко выраженными, потому что любая даже мелкая трудность для них, она кажется большой, потому что в свое время они ее не прошли таким образом, чтобы подготовиться к последующим событиям. Поэтому трудности – это часть нашей жизни. это то, что нас формирует, это то, что нас заставляет задуматься о главном. И если бы мы всегда жили только при благоприятных условиях, то на самом деле где бы мы сейчас могли оказаться? Если мы посмотрим в Едеме, были ли благоприятные условия для Адама и Евы? Самые благоприятные, которые только могли быть во Вселенной во все периоды истории. Но, однако, там как раз их и настигла самая большая беда для человечества. А что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем довольно много трудностей, особенно если мы посмотрим, что происходит в обществе, что происходит в современном мире, что происходит вообще по финишу человеческой черты, в которой мы с вами оказываемся. И когда мы эти вещи для себя обнаруживаем, то мы говорим, что эта степень трудности больше, чем когда-либо. И тогда, когда эти трудности приходят, а нам надо оказаться верными, то там человечество при благоприятных условиях не смогло проявить верность. Здесь, когда Иисус Христос прошел все этапы пути и открыл нам дорогу к победе и сказал сначала Христос, а потом Христовы, то Он предлагает нам оказаться в числе тех, кто может побеждать в трудностях больше, чем при благоприятных условиях. И в этом невеста Христа и формируется. Поэтому, просматривая сейчас, что чувствовал Мимфий Васвей, и призвал, поклонился и сказал, что он чувствует себя рабом или псом даже, и призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего». Помните, мы говорили о рабском мышлении Сивы? В данном случае тот, который служил всегда в доме Саула и сейчас продолжал бы служить, но теперь отдается все Мимфий Васвейу. А он-то не видел в нем наследника, он не видел в нем своего господина, потому как сам Мимфий Васвей себя таким не видел. Вот, друзья, где причина всего этого. Почему так важно работать над собственной самооценкой? Почему так важно увидеть себя глазами, которыми Бог тебя видит, чтобы и окружающие люди тебя видели верно? А тогда, когда ты обижаешься, что тебя кто-то видит, может быть, несправедливо и относятся так, а посмотри, кем ты себя видишь, обрати внимание, как ты себя чувствуешь, когда ты остаешься один на один, когда тебя никто не видит, когда ты сам с собой можешь разговаривать. И вот об этом поговори с Богом в данный момент вместе с нами. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты удивительный Бог, и ты знаешь истинные причины и подлинные причины того, где мы оказались и почему. Поэтому окажи нам милость и сегодня разобраться со всем этим, чтобы не жить с заниженной самооценкой, чтобы не привлекать к себе такое заниженное отношение, потому что Ты призвал нас царствовать на этой планете Земля. Ты призвал нас представлять Тебя достойным образом. И пусть в народе Твоем мышление трансформируется, преобразуется, и внутреннее ощущение себя вырастет через призму Твоих божественных откровений, которые мы получаем из Твоего Слова и взгляда Твоего на нас через жертву Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, что все коррекции, которые необходимы, Ты внесешь в наше восприятие себя, окружающего мира и Тебя через Слово Твое. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнали Симон.